Демократы, Кремль использовал НРА. Семь дней, США. 18 мая 2018 года. Три основных фигуранта, включая основательницу Российской Организации по защите прав на оружие, отказались принять участие в вопросе свидетелей, а также представить документы, затребованные демократами из Сената. Расследование пытается установить, использовал ли Кремль Национальную стрелковую ассоциацию НРА. для поддержки президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году. При этом демократы, члены Сенатского юридического комитета в среду заявили, что в ходе их предварительного расследования удалось найти ряд документов, из которых следует, что Россия использовала связи с НРА как средство для получения доступа и оказания помощи Трампу и его предвыборному штабу. Кремль, вероятно, также использовал НРА для тайного финансирования кампании Трампа, говорится в отчете Сенатского меньшинства. Новые сведения пока проверяются, но они подтверждают новостные сообщения, появившиеся в январе этого года. В них говорилось о расследовании ФБР, которое пытается установить, переправлял ли средства один из ведущих российских банкиров влиятельной группе оружейных лоббистов с целью помочь компании Трампа. Демократы из юридического комитета, возглавляемые сенатором из Калифорнии Дайн Файнстайн, провели собственное расследование аспектов вмешательства России в выборы 2016 года, после того как глава комитета, сенатор-республиканец из Айовы Чарльз Грасли, отказался от этой идеи. Тем не менее, демократы находились в затруднительном положении, потому что они не обладали полномочиями для вызова свидетелей в суд, из-за чего их запросы не имели юридической силы. НРА была крупнейшим спонсором Трампа, переведя на счеты его компании более 30 миллионов долларов. Демократы из юркомитета указали на связи между НРА и Александром Таршиным, заместителем председателя Банка России, также являющегося близким союзником президента России Владимира Путина. Также в отчете фигурирует имя Марии Бутиной, протяжа Таршина, основавшей в России общественную организацию права на оружие. Таршин принимал участие в нескольких съездах НРА в США. Бутина и Пол Эриксон, советник и сторонник Трампа, основали в Южной Докате в феврале 2016 года общество с ограниченной ответственностью. Эриксон сказал, что компания была основана на тот случай, если Бутиной потребуется финансовая помощь для оплаты учебы в Американском университете в Вашингтоне. У Таршина и Бутины установились давнишние отношения с бывшим главой НРА Дэвидом Кином, говорится в отчете. В прошлом году Эриксон рассказал, что он сопровождал Кино во время его поездки в Москву в 2013 году, где они приняли участие в съезде организации права на оружие. Значительная часть отчета посвящена вопросам о встрече в Трумптоуэр, которая состоялась 9 июня 2016 года между Дональдом Трампом М.Л., другими представителями штаба Трампа и несколькими гражданами России. Участники встречи не раз заявляли, что ее целью было получение компромата на Хилари Клинтон, кандидата в президенты от Демократической партии. В отчете отмечается, что Файнстайн отправила письма Бутиной, Кину и Эриксону, запросив у них некоторые документы и попросив их дать показания, на что те ответили отказом. Таким образом, степень вмешательства России и использования ЕНР в качестве связи и потенциальной поддержки предвыборной кампании Трампа нуждается в расследовании, говорится в документе.